ну приветствую всех своих подписчиков но вот друзья мои сегодня у меня новый пациент значит и сегодня мы будем делать новые методики мягкая мануарка остеопатия я сейчас сначала значит обозначу наши значит места над которым надо работать здесь вот значит вот отек у нас на уровне шейного мордоза я сделаю будет видно что здесь отек соответственно скорее всего болят у него руки потому что отечность воротниковая зона все у нас мышцы напряжены очень сильно наверно за счет отека сглажен мордоз ну немножко если мы проведем линию то мы видим что у нас лопаточка нас правая приподнята значит смотрим и конечно вот мы видим что за счет лордоз поясничный у нас это тоже ушел вперед за счет того что лордоз у нас углубляется вперед соответственно у нас прогибается кифоз наша задача убрать убрать отеки убрать асимметрию а теперь я спрошу николаде тяжело это получается левая больнее чем право будем делать массаж будем делать еще медикаментозную терапию коррекцию клинических заболеваний и слонические заболевания у нас значит гипертоническая болезнь и а значит будем контролировать сахар посмотрим что сохранить происходит потому что от сахаров очень много патологии давление так кардио цена сеть после лично обработать ну вот друзья мы всегда обрабатываем хорошенечко руки все так все обработаем ну что значит начнем и вот с чего начнем мы с ножичка начнем мы расслаблять потому что видите все вот прямо позвоночник плотный плотно плотно тут все позвоночники очень очень много всяких мелких мышц поэтому нам надо всю спинку сначала расслабить расслабить мышцы позвоночника и позвоночник привести в движение потому что все косточки должны двигаться если помните значит я сначала прорабатываю правую левую долю потом червь вот как и я за счету у меня пай когда почувствует значит движение в поясничном отделе позвоночника он не скажет вот значит ну где-то поначалу делаем нужно минут десять голову приподними значит вот руку одну руку под лобби кладем вторую мы сейчас делаем с правой в правую долю ножичка так вот так дышишь носиком значит вот смотри выбираем определенную амплитуду движения делаем не быстро делаем таким образом сначала правую сторону левую такую серединку вот смотри николай ты когда почувствуешь движение в животе не знаю где ты в животе можешь почувствовать и можешь почувствовать и даже поясничном углу ты мне скажешь я такую амплитуду выбрала нажимаем не сильно чтобы не болезненно то есть я двигаю не только руку поступательное движение вперед я делаю но еще и двигаюсь корпусом то есть амплитуда движения должны быть не только руки но и корпуса сейчас мы так вот делаем потом у него он сам начнет мне помогать ну то всего его спина сама начнет войдет вот как сказали в движение вот с моей рукой с ним корпусом как самочувствует никуда не стрелять никуда не стрелять слышишь да что такое движение как бы поступать ну вот здесь конечно у него часто буду делать конечно вот решили тут и ременные мышцы напряжение идут и лестничные задние средние передние в принципе видны и все у нас тут очень сильно томасе блоки мышцы спины конечно как мы достаем таким образом достаем очень важно чем мышцы которые поднимают лопатку потому что видите лопатки на 7 припси почти на всех кого-то больше и кого-то меньше поскольку у николая значит гиперклиническая болезнь то я конечно буду интересоваться как у него самочувствие что он ощущает прилив крови жар ничего такого нет хорошо а по спидке что-то ощущается пока ничего не чувствую сейчас я проведу обычно его знаешь ощущается вот как будто бы вот движение когда поясничного тела доходим как будто движение небольшое вот в кишечнике понимаешь такое вот ощущение пока еще нет но первый раз обычно когда я уже делала первый раз мы делаем дольше потом последующие разы уже будет быстрее 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 другую ручку вот сюда и опять то же самое поступать вместе с корпусом убираем ты на движение движение на Продолжение следует... Теперь вот червь. Потому что все слишком... В гипертонусе очень сильно все. Сейчас я проверю по спинке. Вот тут вот стало уже мягче. Не знаю, как ты ощущаешь. Сейчас переходим уже к массажу. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас немножко разогреем мышцы. Начнем мы от позвоночника к периферии. А потом будем работать с лопатками, с шейным отделом. То есть уже будем немножко работать по секторам. Ну и потом перейдем к артикуляции. Сейчас пока давайте мы с позвоночника. Так, Коля, если тебе удобно, можешь головку положить на бочок. Потому что так это поудобнее. Разогреем мышцы. Немножко разогреем позвоночник. Разогреем мышцы. Видите, как быстро все у нас краснеет. И так это то, что кровообращение слабое в мышцах и тканях. На периферии кровообращение слабое. Котенка по позвоночнику. Если, мало ли, что-то неприятное или больно, говори. Хорошо? Терпимо. Терпимо все, да? Но не больно. Повернее вот тут вверху. Вверху? Да. Все понятно. Хорошо. Хорошо. Центр к периферии здесь. Продолжение следует... Небольшой диамон лимфоидный, дренажный прием. Как мы ведем, 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 толкаем лимфу, кровь и подмышечные лимфоузлы. Пропадки задействованы, тут еще не плопаточный нерв. Сейчас делаю обычный, пока что массаж. Растягиваем лимфоузлы. Это у нас выше, у нас попадочка, поэтому в эту сторону мы опталкиваем. Лимфоузлы. Стягиваем. Стягиваем лимфоузлы. Стягиваем лимфоузлы. Перейдем уже более к массажу мануальным. Сейчас вот я вот немножечко лимфоузлы смажем. Что мы тут сейчас будем делать? Будем работать сейчас с лопаточной нервом, с лопаточкой. Лимфоузлы смажем лимфоузлы. То есть нам надо приподнимать плечевой сустав. Вот так вот. Конечно, вот с этой стороны не очень удобно. Знаешь что, повернись ко мне на бочок. Так, на правой. Давай. Вот, вот, вот. Так, головку я тебе сейчас приподниму. Сейчас, секундочку. И ты дышать, во-первых, у меня будешь. Во-вторых, мне будет поудобнее работать с твоей рукой. Так, давай вот под шейку. Вот так. Так, удобненько? Угу. Так, тут у нас мы должны, вот, друзья мои, мы должны все делать на расслабление. Значит, что мы делаем. Мы захватываем плечевой сустав. И, значит, мы начинаем работать над лопаточным нервом. То есть тут нам надо все разнять. Сейчас я вот посмотрю, где у нас пойдет отклик. Вот тут идет. Причевой сустав, конечно, совершенно неподвижный. Конечно, можно и... Вернем немножко расслабить. Вот тут же я немножко с швейным отделом поработаю. То есть я вот от осцилильных отростков иду к боковым. Не больно? Нет. Ну что, хорошо. Последние даже я уже слышу отростки, боковые пока нет. Вот уже смотри, видишь как тут мягонько стало, чувствуешь да? Да, помягче стало, напряжение уходит у нас тоже. После последних отростков коленов. Снова возвращаемся к лечевому суставу. Вот я на суставчик не напрягаюсь, ручку расслабь. Ага. 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 Сейчас конкретно мы занимаемся рукой. Конечно, слушай, плечевой сустав вообще неподвижный. Коль. У тебя болит давно? Ну, не знаю в полу. Вот у нас, конечно, всё с годами укорачивается. Укорачиваются нервы, укорачиваются мышцы, пасы делаются неподвижные. Тоже такие. Поэтому, конечно, всё надо растягивать. Всё надо растягивать. Движения у нас должны быть. Вот так вот. Не больно? Да. Лучше, конечно, стать с лица. Немножко уже помягче делать. Сейчас сможет. То есть нам надо привести в движение плечевой сустав. Ага. 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 Так вот идёт по всей руке. Так и локоточки что у нас? Растягиваем. Болят? Да вроде локти. Локти нет. Так-то не так много. Вот плечо-то здорово. Плечо здорово болит. Сустав и само плечо. Видишь? У тебя тут как плотно, видишь? А должно быть всё мягко. Тут должно всё хорошо отходить. У тебя прямо завито всё тут. Угу. Угу. Это больно. Это больно, да? Что-то и хрустло сразу. А сейчас если и хрустло, ничего страшного. Потому что мы сейчас уже размяли тут. Чувствуешь, да? Вот смотри, да? Да, да. Видишь, плечико-то ходит. А так ты не можешь вот рукой достать, да? Нет. Вот ты, матушка. Я в последнее время даже спину-то с трудом такое-то, по чуть-чуть. Ой. Она уже не загибалась тут. Рука-то, боль была. Сейчас вот посмотрим. Ну вот она вот я чувствую. Смотри, вот видишь? Угу. Она уже ходит. Ну вот чувствуешь, да? Вот она уже в подвижной стороне. Вот так. Не больно ведь делаю, правда? Нет. Видишь, как хорошо. А что чувствуешь, суставчики? Боли нет? Нет. Тепло просто чувствуешь, да? Да, да, да. Горячо. Я чувствую горячо. Да, да, да. И ты чувствуешь горячо. Ладно, сейчас на другой точок так же переворачивайся мне. Будем работать с турочкой. Ну и то же самое делаем с другой рукой. Вот, не знаю. Вот смотрите, вот я начинаю делать, да? Вот видите, вот он совсем неподвижный сустав. Вот он совсем вот костный такой, неподвижный. Нет в нем эластичности. Ну вот сейчас поделаем и, друзья мои, вы посмотрите, как у нас тут сразу положение вещей изменится. Время. 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 покраснел тебя хорошо пошла чувствуешь то потом еще буду делать на спинке вы доряжу на спинку еще растяжку еще со спины уже растяжку чем ты лучше расслаблен тем у нас лучше делать не забываем что набираем определенное движение работаем корпусом и 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 Заодно и шею мы делаем, пока он не лежит. Я сейчас от эссерильных отростков пойду на боковые. Толкаю я только левой рукой. Какое ощущение у тебя? Толкаю я только левой рукой. Толкаю я только левой рукой. Здесь не больно? Больно. Вот тут я чувствую, что у тебя тут. Чувствительно. А вот так полегче? Или все равно болезненно? Ну, чувствую, но не так больно. Но все равно больно? Да. Ну, давай тогда еще помягче. Вот так вот я возьму коль. Вот так вот давай. Так легче? Угу. Давай проверим. Так вот сколько можешь? Не надо напрягать. Вот сколько можешь? Ну, не надо, чтобы ты напрягался. Ну, вот чувствуешь, да? Уже помягче. Чувствуешь? Так. А тут? Ну-ка, как вот здесь? Неболезненно? Угу. Смотри. Уже нет, да? Угу. Угу. Так, снова улыбочку крутим. Так, дай-ка. Угу. 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 Слушай-ка. Пальцы-то все трещат. Какие-то они у тебя, как будто бы, это тоже напряги в каком-то, да? Не болят суставы? А ломаете? Так, болели тут. Затекает? Не то, что дрова колол, так я подшипал руку-то, можно сказать. Ой. Давай локтевой проверю. Ну, локтевой, слушай, вроде ничего. Слушай, прям не испугалась. Так на клеща, похоже на противник клещ. А, нет, это. Нет, не клещ. Ну, вот смотри, да? Чувствуешь вот уже, да? Чувствуешь клещик, это как заходило, а? Да, да. Не ощущаешь? Или ощущаешь? Ощущаю. Чувствую, что оно какое мягкое стало? Да, да, что сказала. Видишь, вот оно уже ходит. Ну, вот, осталось ручки. То есть, мы делаем кисть. Ну, значит, вот что, смотри, делаю кисть. Если где-то болезненно, ты мне скажи. Значит, кисти у нас, по су-джоку, да? Это у нас проблемы, как бы сказать, острого характера, да? То есть, вот, начинающиеся проблемы, да, начало заболевания. А стопы, это у нас хроника. Вот еще раз повторюсь, но это массажистами, думаю, всем известно. Ну, вот что мы делаем. Мы делаем очень медленно, мы снимаем напряжение, работаем с ним потоком. Вот видите, что я делаю, чтобы ему больно не было. Ну, вот я сейчас делаю, ну, как сказать, приемы антицеллюлитного массажа. То есть, вот я толкаю римфу вверх. Но, чтобы это было не больно, я делаю паузу. Не больно тебе? И плюс еще немножко растягиваю. Растягиваю мышцы, растягиваю фасции. Вот так. Но плечо побольнее, поэтому помедленнее не стяну. Вот. И все ведем к подмышечным римфоузлам. Вот так. Так, не больно? Да. Хорошо. А делаю очень глубоко, по идее, должно быть больно. Ну, чувствительно, да. Ну, не больно. Нет. Как будто пощипываю. Ага. Ну, не сильно. Тихонько. Ага. А делаю глубоко, между прочим. Ну, чем медленнее делаем, тем меньше болезненности. Так. Ну, вот. Растянем, растянем ручку. Растянем. Так. А все равно, ты знаешь, какая-то вот испарринка-то есть. И чувствуешь, что хоть вроде и не больно, да? Так, давай. Вот мы подразумеваем. Вот тоже. Это с цивильных отростков напоминаю. Вот я их чувствую, кстати, сейчас. Делаем до тех пор, пока вы, вот, боковым делаем. Пока у нас мы их не почувствуем. Вот, по идее, вот так, конечно. То есть, вот я, значит, одну руку, опять же видно, это было. Вот одну руку, значит, вот я складываю массы. Видно? Вот так. И толкала. Здесь я только придерживаю. Правой рукой я не толкаю, я только придерживаю. Вот таким образом. С этой стороны тоже самое. Вот здесь мне вот так вот удобнее. Вот прямо из видных. Вот работаем сейчас над лопаточным нервом. Вот я работать буду не пальчиком, а работать буду кистью. Кистью. Ну, мне так удобнее. Вольно ведь, да? Не вольно? Не вольно. Так, с этой стороны начнем. Кишечник заработал у нас, да? Да. Ну, вроде бы делаем. спинку. Ну, понятно, что вот эти вот эти органы зеленьства. Чтобы было не больно, а приятно. можно небольшое сделать. То есть вот шевелить тоже очень хорошо. Так, растягиваю. Стягиваю. Какая, растягиваю. Есть. 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 Продолжение следует... 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 ремонт, оно натянется. Спасибо. Тут у нас целый сосудистый пучок. Если где-то что-то ущемляется, то могут не иметь пальцы. Не имеют пальчики. Бывает иногда. Нет? Не замечаю. Ну, он очень хорошо пока тут. Скоро пощемел. Не больно? Ну, давай тогда. Вот так вот сделаем. Сам сустав болен. Я поняла, что где сустав болен. Надо бы, конечно, на бочок. Но ладно, уж мы сегодня хватит нам на бочках. На бочке это лучше бы, конечно, было бы. Мы лучше его достаем. Не больно так? Хорошо. Так, давайте куски ноги. Только головку вправо. Ага. Постякни. Так не будем суставы? Нет? Нет. Хорошо. Так. Как здесь. Кричичка. Опа. Чечность. Сильно. Полезненно. Ну, я не знаю. У меня, как делать. Накусенько. Так вот не больно суставы? не шут получается как бы все растягиваю да получается эти шкафы сообразными понимаешь чувствуешь и да ну и как бы мне неприятно или все равно полезнее немножко чувствовать слышишь там угревать больше ничего не слышишь отлично ну вот двигается же уставчик более-менее хоть двигаться сталкивается 7 за костенью вот нам надо движение восстановим суставов вещи изнашиваются растает остеофиты межсуставной жидкости сильно реально очень мало и все это конечно вот этот вот хруст вот эти вот боли подвижность нарушена сустава все это конечно приятного мало отсюда и нарушается функция когда уже суставы больные вот друзья мои рекомендуют когда суставы больные не рекомендуя очень сильные физические нагрузки делать физические нагрузки делаются на значит не на напряжение тоже на расслабление поэтому лучше всего конечно растяжки на выдохе лучше всего и максимально минимальная минимальная совершенно минимальная нагрузка и этого будет уже вполне достаточно для того чтобы восстанавливался сустав конечно сейчас надо мной там ортопеды травматологи хирурги посмеются скажут что это на такое бар мочек восстанавливается если там остеоартроз третьей степени там как бы долго говорить об восстановление с точки зрения традиционной медицины смешно они традиционной вполне возможно мы совершенно не задействуем мозг не задействуем визуализацию не как бы не и заставляем чтобы мозг командовал значит восстановлением всего организма ну вот то что называется визуализация мы сейчас конечно стал это как-то более известными пользуется многие эти методиками я поддерживаю это все стопроцентно ну-ка как давайте проверим тут 8 его себя вон и не сделал смотрю что у нас тут делается ну так более-менее снова да не больно вот так вот сустав двигается не больно так давай немножко методу увеличу а вот так то есть вот я как раз и говорю там раз остается остеофит и хрящик повреждается внутри составной так ну когда еще вот он уже смотри по подвижнее стало чувствую же помягчество так ничего окно теперь значит пойдем на живот